Чуть свет, а они уж на ногах. Горячее время выдалось для работников школы села Косойброд. Взять, к примеру, куратора проекта «Точка роста» Кирилла Костромина. Забыв о своих предметах, обществознания и истории, он берет в руки шуруповерт и идет собирать мебель. Потому что новый центр – детище коллективное. Каждый вносит свою лепту и хочет сделать красиво. Здесь у нас будет зона отдыха и релакса. Здесь будут стоять пуфики, здесь будет стоять такая разделительная стенка для каких-то различных вещей, поделок, чтобы как будем участвовать в конкурсах, все будем выставлять здесь. Основные кабинеты, их два – это кабинет технологии информатики и кабинет химии, физики, биологии. Простым переоснащением кабинетов тут не обойтись. Бригаде по ремонту пришлось серьезно потрудиться, чтобы это помещение соответствовало всем современным стандартам. Все отколачивалось, все стены, все с нуля отделалось. Поэтому сложности в чем? Ну, здание старое. То есть, все это нужно выпрямить, все это нужно сделать. Сложности вот в этом. Пока в кабинетах центра «Точка роста» вовсю идут ремонтные работы, школьники готовят мебель для будущих классов. Новые столы, шкафы, стулья в скором времени займут свои места, а пока ребята протирают их от пыли и мечтают о новых свершениях. Проект очень нужный и полезный, потому что он поможет ребятам, которые любят естественные науки. Я давно хотел поизучать космос и с появлением проекта я могу реализоваться и изучить что-то новое. Кабинеты «Точки роста» будут оснащены всем необходимым оборудованием для исследовательской и проектной работы, естественно, научных и технических дисциплинах. В классах установят две интерактивные доски – 3D-принтер, новые демонстрационные макеты и компьютеры. Реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, а также наш проект поддерживает и депутаты областной думы, государственной думы, нас поддерживают депутаты Полевской и городской думы. То есть у нас партнеров очень много и мы этому, конечно же, очень рады. Порядка трех миллионов ушло у нас на подготовку помещений и примерно столько же на оборудование и мебель. «Точка роста» – это уникальное пространство, организованное для того, чтобы у детей, живущих в селах, труднодоступных местах, рабочих поселках, были равные условия для получения качественного образования и развития у них современных технологических и гуманитарных навыков. На сегодняшний день в рамках национального проекта образования открыто уже 2049 центров в 50 регионах нашей страны, а к 2024 году их будет уже 16 тысяч. Поэтому реализация проекта «Точка роста» в поселке Станционный Полевской и селе Косый Брод – это лишь начало. Ольга Демьянец, Константин Миронов, Новости 11 канала.